Привет, друзья! Меня зовут Анастасия, и сегодня очередное видео от Академии Счастья. С нами Шевченко Александровна. Привет, Настя. Привет, Саша. Сегодня у нас интересная тема – как же вспомнить прошлые жизни? Начнем с того вопроса – существует ли прошлая жизнь? Как ты считаешь? Ну, я считаю, что существует. Почему? Потому что это не просто то, что я прочитал в книжке или в фильме и видео. То есть я занимаюсь уже проработкой прошлой жизни около 20 лет. То есть я углублялся туда и находил свои прошлые жизни. То есть что там происходило, как это происходило. Я использовал для этого процессинг или водитель. То есть я, как делал, перепроживал эти прошлые жизни. Ну, то есть какие-то определенные моменты. Понятно, что не все там. И я понимал, что там, так же, как и здесь, как в этой жизни, это настолько же реально. То есть там есть определенные эмоции, определенные боли, определенные переживания. Они бывают даже гораздо сильнее всплывающим, чем то, что было там пару дней назад. То есть они бывают настолько сильными, что прям очень захватывают тебя и прям погружаешься туда, как такой очень яркий сон. И потом, когда проживаешь это, происходит такое, как, ну, можно сказать, уменьшение, уменьшение этого. И выходишь на другом конце уже таким более счастливым и осознанным. Опыт остается, а негатива нет. То есть ты утверждаешь, что с помощью одзинга можно вспомнить свои прошлые жизни? Не только вспомнить, но и убрать оттуда еще негативный заряд. То есть некоторые не могут, ну, как скажем так, вспомнить свои прошлые жизни, потому что они перегружены вот этим, ну, негативным зарядом. Иногда он проблескивает, но часто человек просто, ну, у него недостаточно осознанности, он просто хочет, ну, не смотреть туда, подавляет это. Так же, как и те вещи, которые произошли с ним в этой жизни. Возникает вопрос, если вот человек вспоминает эти прошлые жизни, они же влияют на его реальную жизнь? Ну, конечно. Каким-то образом. Да. Потому что когда мы, что-то в нас, ну, вот в этой жизни, ну, происходит что-то похожее на те эпизоды с прошлой жизни, мы прям, бывает, чувствуем вот это включение, да, то есть может появиться те же ощущения, которые были тогда, та же боль, человек может вдруг, ну, скажем, почувствовать другого человека, как того, кто был с ним в прошлой жизни, да, то есть он может почувствовать либо близость, либо наоборот какое-то отторжение, какое-то непринятие, да, то есть потому что это все внутри есть, это все есть в уме, вот. Но мы можем не до конца это понимать, почему это происходит. Вот это влияние, оно очень огромное, даже вот то, что называют кармой, да, то есть у человека что-то произошло в прошлом, но потом это влияет и сейчас. И когда человек постепенно, ну, скажем так, осознал эту жизнь, да, разобрался в ней, потом прошлое воплощение, тогда таким образом у него получается происходит проработка. И прошлое перестает влиять на него, как из этой жизни, так и из прошлой. То есть важно человеку именно понять, что там было. Когда человек знает это, когда он осознал в полной мере это, то, соответственно, влияние уходит. А скажи, пожалуйста, теперь для наших зрителей, вот как же все-таки с помощью аудитинга можно углубиться в прошлой жизни, в этот заряд, и как его можно проработать, чтобы он не влиял на настоящее? Ну, человек постепенно это делает. То есть сначала, конечно, надо разобраться в этой жизни, то есть убрать те заряды, которые накупились, потому что если тут у человека много нерешенных проблем, то ему будет сложно нырять туда. Когда человек разобрался уже в настоящем, более-менее, то есть до какой-то такой точки, что ему стало спокойно, тогда он уже может нырнуть в прошлое. И то есть методика на самом деле простая. Тут нет гипноза или какого-то там внушения. Тут просто мы двигаемся постепенно, осознание открывается, открывается. Человек может все глубже и глубже. Сами к нему приходят вот эти картинки из прошлых жизней. То есть мы убрали заряд здесь, и начинает открываться прошлое. Начинает открываться все глубже и глубже. И тогда человек сам может посмотреть туда и перепрожить эти эпизоды. То есть я его не заставляю, а у него самого появляется интерес и появляется возможность это сделать. И вот таким образом мы двигаемся, двигаемся, и человек может прийти уже к моменту, когда он, можно сказать, первое его желание, суждение, когда он создал себя, по сути, когда он принял решение быть. То есть мы возвращаемся к самым истокам. То есть еще к тем моментам, когда, по сути, было просто, ну, можно сказать, первоначальное ничто. Да, или там, как говорят, пустота или статика. Мы можем вернуться в этот момент, и человек найдет его, и он тогда поймет, как он создал самого себя. Это очень важный такой инцидент в жизни. Да, это довольно-таки интересная тема. Можно ее дальше развивать. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вы пишите их в комментариях. Мы обязательно их посмотрим, не ответим на них. И пишите темы, которые вас бы интересовали. Мы будем записывать новые видео. И подписывайтесь, конечно же, на наш канал. Под видео есть ссылочки на каналы в соцсетях, в Альбер, Телеграм. И до скорых встреч!